Здравствуйте, я Александр Кутузов, компания Печной Мир. Значит, сегодня мы хотели поговорить, обсудить или там рассказать о том, почему может дымить печь. То есть в доме, и не только в доме, в бане, в курятнике, в теплице, то есть неважно где, то есть, ну, печи зачастую бывают дымят. Значит, какие могут быть причины дымления печи? Ну, одна из первых причин, одна из первых причин, я вам сейчас покажу, откуда надо начинать смотреть. Внимание на экран. Значит, это, это дымоход, дымоход, дымоход. Значит, забитый дымоход, коростом и сажа. Изначально, после запуска печи и ввода его в эксплуатацию, даем заказчикам инструкцию, что печь должна обслуживаться после окончания гарантийного срока, ну, не реже, чем один раз в год. Именно обслуживаться. Что это все включает? Это включает оздоровительные мероприятия. Это чистка дымоходов, чистка конвективной системы, значит, подверточных каналов и трубы, или основного дымоудаляющего канала, да, то есть очистка, именно профилактическая очистка, чтобы сечение каналов не заужалось. В процессе эксплуатации печи сжигается топливо разного формата, разного состава. Бывает, что в печке сжигают сапоги резиновые, кирзовые, всякую одежду там на даче старую, то есть подушки там бывает, переевые даже сжигают. Ну, и вот в результате этого получается очень много сажистых отложений, которые оседают на стенках каналов и заужают сечение, и затрудняют дымоудаление. Поэтому, когда дыму трудно уходить в трубу, он начинает уходить через дверки обратно. Значит, другая причина дымления печи – это может быть неправильно сформированная конвективная система, то есть неправильное обращение дыма внутри печи. Значит, где-то есть заужение в каналах, где-то есть заужение на подвертках, то есть на перевале вверх или на перевале вниз, то есть когда дымовые газы, делая оборот, то есть сталкиваются с заужением на повороте. В этом случае прохождение газов затрудняется, и, соответственно, избыток их начинает через дверку выходить в помещение. Существует такой миф, бытует мнение, что на улице, когда жарко и дома холодно, то есть печку растопить невозможно. Ну и часто так бывает, что летом пытаясь растопить печку, когда она долго не топилась, значит, долго не действовала, бывает, что дым идет в помещение. Это связано с нахождением влажного, холодного, плотного воздуха в нижних частях конвективной системы, то есть это нижние коллектора сборные или подвертки. В этом случае, чтобы удалить паровую пробку, тяжелую, плотную, нужно прожечь факел в концевой прочистке, который находится под трубным каналом или под трубой. То есть сначала свернуть тряпочку, облить ее аспиритом или керосином, на проволочке закрепить, поместить ее в последний канал, в прочистку и поджечь. Когда факел даст устойчивое горение, то есть с таким гудящим звуком, понятно, что канал чистый. Если этого не случилось, значит, понятно, что канал нужно чистить. Но делать это необходимо, прожиг, это делают только специалисты, на самом деле. И даже трубочисты не все владеют техникой прожига, потому что дома можно устроить просто пожар, не зная особенностей конвективной системы. Значит, даже трубочисты не все владеют этой техникой. Поэтому в домашних условиях не рекомендуем делать это самостоятельно. Лучше пригласить специалиста для диагностики печи, почему она дымит. Значит, другая причина, третья, это по заводским печам и всяким печам металлическим, которые продаются на строительных базарах, на рынках, там на развалах, на всяких. Частники в гараже варят печки банные. И не только банные, для теплиц, для летних кухонь. То есть металлические буржуйки варят самостоятельно и продают их потом на таких на колхозных рынках по дешевке. Значит, покупаясь на относительную дешевизну изделия, народ их покупает, ставит себе в дома, не понимая, что часто эти изделия выполнены с катастрофическими ошибками. Почему? Потому что, когда рассчитывается тепловая, скажем так, работа печи, то есть учитываются многие факторы. Это и прозорка волосниковой решетки, это объем топливника, объем дымосборника, сечение отводящего канала и сечение дымохода по конечному итогу. Значит, если между собой все эти показатели не соответствуют, то печь будет дымить. В своей практике я многократно сталкивался, что банные печки начинают через какое-то время дымить в помещении при растопке. Хотя, казалось бы, она прямоточная, то есть дым прямо из топки удаляется в небо, в трубу. И при этом печка все равно дымит. Если наложишь туда дров, допустим, чуть побольше, чем половину, то растопить ее, в принципе, невозможно. Когда мало дров, они не горят. Когда их больше, они тоже не горят. И вот люди выбирают какую-то золотую середину, там три полежка, четыре полежка, чтобы, ну, хоть и с закрытым поддувалом, чтобы печка хоть чуть-чуть как-то топилась. Но с закрытым поддувалом печки топятся тоже плохо. Почему? Потому что не хватает воздуха для обеспечения процесса горения. Как только поддувало открываешь побольше, воздуха заходит в топочное пространство больше, чем оно может его проглотить и отвести, то есть переработать и отвести в дымовую трубу. То есть система дымоотведения не соответствует по объему системе дымопроизводства. Значит, это устраняется легко, легко устраняется. Часть топки нужно просто заложить кирпичом. То есть, как бы, в практике такое раньше применял. В железной печке закладываешь топку кирпичом, и, в принципе, она начинает хорошо работать. Или другой вариант увеличения сечения дымохода. На железных печах это очень хорошо проявляется. В случае с кирпичными печами тут все сложнее. Здесь нужен выезд мастера на объект, чтобы посмотреть в реалиях, насколько правильно устроены дымовые каналы. То есть, соответствие объема топливника, сечению дымовых отводящих каналов и сечению, ну, по итогу трубы. То есть, это главного газоотводящего канала. Вот. Когда все эти объемы сопоставятся, можно сделать выводы, где есть заужение, чтобы их переделать, устранить или отремонтировать. Еще одной из причин дымления печи бывает разрушение, разрушение кирпича от многолетней эксплуатации. То есть, когда кирпич подвергается термическим воздействиям, периодически, да, он начинает расщепляться. И осколки падают в канал. Ранешние мастера, то есть, которые не обладали современным, скажем, режущим-колющим инструментом электрическим, пользовались только кирочкой. И с перевязками, то есть, с правилами строительства печей не особенно-то дружили. То есть, и ложили где как. Кто три ряда шов над швом без перевязки, кто пять рядов, кто просто в прислонку, кто на ребро кирпич внутри печи ставил. То есть, по-разному, чтобы облегчить себе, так сказать, страдания по обработке кирпича. Поэтому, со временем, швы расшатывались, и слабо закрепленные кирпичи из стенок, из внутренних стенок печи, могли просто выпасть, встать на ребро, перегородить, допустим, канал. Ну, этим самым вызвав либо засор, либо сам со своим телом полностью перекрыть, так сказать, сечение канала. Когда кирпич вот так вот встанет по диагонали, значит, от стенки до стенки, закроет движение дымовых газов. Все, печь перестала топиться насовсем. Ее, в принципе, отремонтировать без разборки невозможно, без диагностики. Вот. Еще из причин дымления печи могут быть сырые дрова. Сырые дрова. Значит, для топки печей рекомендуется использовать дрова с влажностью 20-25%. Часто бывает так, что мы не успеваем заготовить и высушить необходимое количество дров. Поэтому то, что нам привезли с очередной покупки, березов, которые только что с леса, лиственницы, которые только что с болота, и у которых запас влажности 60-65%, значит, они попросту не горят, потому что имеют большое содержание влаги в древесине. Значит, при процессе горения эта влага начинает испаряться, создает те самые паровые колпаки, о чем я говорил в самом начале. То есть, когда нижняя часть, конвективная часть печи наполняется туманом. То есть, это плотный, влажный, холодный воздух. То есть, когда дрова испаряются, процесс этот идет с понижением температуры окружающей среды, как и всякое испарение. Мы знаем все об этом. Что если вода испаряется, значит, температура понижается. Поэтому температура дымовых газов понижается, и в конечном итоге она уравнивается с комнатным воздухом. Поэтому дымовым газам не обязательно подниматься вверх. Потому что зачем подниматься вверх, если они в одинаковых условиях с комнатным воздухом. Поэтому они растекаются по комнате. Чтобы разжечь эти дрова сырые, нужно создать высокую температуру стартовую в топке. Сначала нужно сжечь обязательно сухих дров, растопить печку сухими дровами. Потом добиться устойчивого горения, их разогреть дымоход основной. После этого подложить сырых. Тогда все хорошо получается. И береза горит, и лиственница горит, и уголь антрацит горит. Все хорошо горит. Но для этого нужна высокая температура в топке. А если мы растопляем сырыми дровами, то ничего у нас из этого не получится, кроме неприятностей. Вот, хотел показать, смотрите внимательно. Канал, перевальный канал в банной печи, который вот так вот работает после топки, полностью завален сажей. Причем это не зола, как это должно быть в банной печи, а сажей. Вот до самого потолка сажа лежит, на всей площади перевала. Видите, вот хлопья сажи прямо заполняют перевальную камеру. Печь перестала топиться. Почему? Потому что вот эта сажа, вот такого плана, черная, пушистая, может образовываться только в процессе неполного сгорания древесины. Значит, чтобы древесина полностью сгорала, необходимо обеспечивать соответствующие условия. Это объем топливника, объем воздуха, подходимого к топливу, и объем камеры для сбора отработанных газов, то есть дымосборник так называемый. В банных печах железных, которые продаются как раз на всяких развалах и рынках, которые делаются в гаражах, как правило, люди делают эти печи, не учитывая этих параметров. Поэтому вот это приводит к таким вот нестыковкам, что топливо не полностью сгорает, образуется много сажи, и она где-нибудь обязательно откладывается, засоряя собой все. Вот в данной печке, которую вам показал, пришлось даже вырезать часть стенки, чтобы вот это самое увидеть на перевальном канале. Потому что трубу после прочистки трубы, она все равно не топилась. Значит, чтобы этого избежать, нужно конструировать печи, или обращаться к специалистам, или заказывать проекты, то есть у людей, сведущих в печьостроении. В частности, ну вот у таких, как наша компания и подобные, то есть по России их достаточно много. То есть есть проектный отдел, проектный отдел, где сидят проектировщики, сидит конструктор, то есть они рассчитывают и тепловую мощность печи, и, соответственно, объемы всех этих составляющих, внутренних составляющих печи, чтобы это все работало, и не было вот таких вот, значит, результатов по сажеобразованию. Значит, это только работа конструкторов и печников, профессионалов. Ну, значит, оговорюсь, что когда я предлагал разжечь факел в концевом канале, который под трубой находится в прочистке, воспользовавшись тряпочкой, керосином и уайт-спиритом, ну, сразу хочу сказать, что это дело специалистов. В бытовых условиях лучше воспользоваться лучинками, обычными сосновыми лучинками, или картоном, или скрученной в трубочку бумагой, то есть как бы это будет безопаснее. Во всех других случаях лучше обратиться к специалистам, значит, ну, компании, которые занимаются строительством, ремонтом, обслуживанием печей, ну, вот в нашем регионе это можно к нам обратиться, в других регионах. Подобные компании тоже существуют, то есть вызвать специалиста и продиагностировать печь, это самое лучшее решение. Кроме того, следует выполнять четко инструкцию по пользованию печей. Почему? Потому что многие печники, создавая уникальные в том числе проекты, оснащают свои печи множеством задвижек, регулировочных клапанов. И сейчас даже систему «Умный дом» подвешивают на печи теплый пол, значит, инфракрасное тепло и так далее. То есть все задействуют на дровяные печи, чтобы они работали в одной комбинации. И управление такой печью, ну, представляет из себя уже, скажем, ну, достаточно такой сложный процесс. Поэтому печь может иметь несколько регулировочных клапанов, значит, дополнительные разгонные каналы и в том числе несколько задвижек и вентилей. Поэтому нужно четко выполнять инструкции по пользованию печи. Значит, как-то однажды, приехав к одному клиенту, я увидел, что он не может растопить печь, которая вызвал меня. Оказалось, что он просто забыл открыть задвижки, то есть пытался растопить печь с закрытыми задвижками. Ну, вот тоже одна из причин дымления. То есть надо адекватно оценивать ситуацию. Значит, поэтому в качестве резюме хочется сказать, что пользуйтесь в соответствии своими отопительными приборами, в соответствии с прописанной инструкцией на пользование очагом, выполняя пожарные нормы. И если есть какие-то несоответствия, несуразности, нестыковки, то лучше всего обратиться, конечно, к специалистам и сделать нормальную диагностику. И если требуется ремонт, то выполнить ремонт и уже нормально пользоваться печью, то есть с гарантийными обязательствами, кто вам ее запускал в эксплуатацию. Спасибо за внимание. Я Александр Кутузов, компания «Печной мир». Город Иркутск. Продолжение следует...